Итак, второй вопрос такой. Интересные занятия для папы и сына. Попросили меня в декабрьской вопрос-ответсессии прокомментировать и чего-то рассказать. После того, как я выложил сториз на выходных, на прошлых был в своем любимом месте. Я его прямо называю место силы. В Хайковской области это место гостинично-развлекательный комплекс «Карнавал». Я прямо его рекламирую на каждом углу с радостью. Мне за это никто ничего не платит, меня не просят об этой рекламе. Это просто искренняя радость от пребывания в этом месте. Уверен, что у каждого есть такое. Ну вот у меня это вот наше такое место. 60 километров от моего дома это находится место. И мне очень нравится там бывать. И я иногда там бываю с сыном. Интересные занятия с сыном. Я понимаю, почему такой вопрос прозвучал. У меня буквально недавно были на консультации люди, которые попросили меня семейная пара. А это очень здорово, когда на консультации семейная пара, еще и касательно ребенка. Потому что они вдвоем слышат то, что я говорю. И им не надо потом друг другу что-то рассказывать. Потому что, конечно, признаюсь, ко мне чаще всего на консультацию попадают женщины. И попадают они сами. Мужа либо не затянешь, либо он считает, что никаких проблем нет, поэтому он не приходит. Отдельно мужчины это редкость. А женщины это большинство. А тут пришла семейная пара. И вот я попросил папа как раз набросать разные варианты активного взаимодействия с ребенком. У которого мы выяснили, что похоже язык любви прикосновения. То есть этот ребенок, которому родительская любовь заходит через прикосновения. Через разные тисканья. Через разные вот такие вот вещи. Телесные, так сказать. И получается, что просьба была набросать мне варианты этого телесного взаимодействия. Сколько их может быть и какие они именно могут быть. Потому что с фантазией, ну, как-то трудновато со своей это все попридумывать. То есть анализ ситуации с ребенком привел к тому, что да, совершенно стало понятно, что да, это нужно. Телесное нужно. И побольше. Да, и ребенку это важно. А вот только вот что именно? И вот когда я этот вопрос получил, я, собственно, вспомнил ту семейную пару и удивился, потому что, ну, действительно, нужен бы, ну, по-хорошему, да, какой-то список. И я что сделал? Ну, я вас тоже, кстати, к этому призываю. И многие так именно находят и меня в том числе, да. Ну, конечно, загуглить. Загуглить. И я загуглил. Думаю, вот интересно, что предложит мне интернет на тему того, что же можно делать с сыном. Какие виды активности. Может, какие-то списки. Потому что бывают, правда, интересные списки такие вот попадаются. Причем на достаточно, скажем так, ну, не специализированных сайтах, да. То есть, например, есть такой сайт, вы все его знаете, Admi. Вот Admi нельзя сказать, что это психологический сайт. Нет, это не психологический сайт, это просто сайт, где собирается интересный материал абсолютно на разные темы. И там была прекрасная статья, что бы я, о чем стоит, 50 вещей, о которых стоит поговорить с ребенком. Вот, по-моему, так она называлась. И было что-то подобное по поводу отцов. Я посмотрел этот список, что он предлагает и сделал следующий вывод. Да, эти списки нужны и полезны. И я вас призываю, если у вас вот такая вот возникает, скажем так, проблема с фантазией, не стесняйтесь подглядывать в подобные списки. Это, правда, полезно. Я смотрел с критической точки зрения на эти списки и, правда, увидел там много полезного. Я, скажем так, человек подготовленный и увидел, да, и вам рекомендую. Касательно своего сына, что бы я советовал? Ну, во-первых, я недавно, буквально год назад, где-то задумался, где бы мне отразить то, что со мной происходило в детстве. У нас в детстве у меня интересный был период такой, когда я понимаю, что, если я это отображу, то это будет интересно потому, что сейчас такое вряд ли возможно по каким-то причинам, по разным. Ну, кое-что из этого вряд ли возможно. Вот. И поэтому, если у папы немножко, скажем так, ну, проблема взаимодействия со своим сыном, он не может, так сказать, придумать что-то такое интересное, что можно было бы сделать, то я предлагаю начать прежде всего такому папе, прежде всего со своего детства. Если этот вопрос задала мне мама, в директ написала, нет, это была, по-моему, реакция на сториз, ну, неважно, вообще мама написала. Я даже предлагаю маме, что называется, если доверительные отношения такого уровня существуют между супругами, взять немножко интервью у своего мужа на предмет того, а ну-ка скажи мне, пожалуйста, пять ярких моментов своего детства. Вот таких, которых ты прям запомнил. Вот что было яркого в твоем... Давай пять. О, ты можешь больше пяти. Хорошо, давай десять. А теперь вопрос. Как ты можешь вот это повторить со своим сыном? И интересно проверить, а будет ли это ярким для него? Почему мне идея такая пришла в голову? Почему я считаю это важным? Потому что совсем недавно, вот в эти выходные, когда я сториз опубликовал и этот вопрос получил, как раз был такой момент, который я не смог, так сказать, запрограммировать. Мы с сыном приехали в этот наш любимый карнавал, пошли гулять, я его хотел повезти на лед, там, где рыбаки ловят рыбу. Я уже понимал, что лед достаточно крепкий, и рыбаки, судя по тому, какие там были, я уже понимал, что это безопасно. И мы подошли к лунке, которая была... Немножко, знаете, вот лунка сделал рыбак, и потом она немножко уже обмерзла. Но воду, до воды, в принципе, можно добраться. Я достал нож, ножом расковырял этот лед, и засунул руку в лунку, и проверил, так сказать, толщину льда, по которому мы ходим. После этого, конечно, это захотелось сделать сыну, и он тоже засунул туда руку, проверил толщину льда, и оказалось, что вот это для него было одним из самых ярких событий нашей поездки. Хотя, на мой взгляд, были вещи и поярче, скажем так. Ему это очень запомнилось. И оказалось, что... Оказалось, во-первых, что он первый раз на льду. Да, я папа своего сына, и я как-то не зафиксировал, что это у него бывало. Это очень интересно. Ну вот вышел на лед с папой, засунул руку в лунку, и убедился, проверил и понял толщину льда на реке. Ну это там заток, а там нет течения. Ну это вообще интересно. То есть я организовал ребенку такое событие, как будто бы случайно. Я не планировал это. Планировал я другое. Я планировал поход в заброшенный лагерь, и в Коропово городище, там есть такие местечки интересные, вот, по лесу, там можно зайца или лесу встретить. Вот это я планировал. Но это тоже мы сделали, это тоже понравилось. Поэтому, конечно, папа с сыном, вот как в моем видении, папа с сыном и активности, это прежде всего совместные походы, в которых можно применить, ну, какие-то вещи, которые вы можете подсмотреть у блогеров, которые занимаются какими-то такими штуками, похожими там на выживание, обзоры туристического снаряжения. Вот. Почему? Почему мне это нравится? Ну, не только потому, что я не прочь там пожить иногда в палатке, не только поэтому. Потому что, когда мы с ребенком погружаемся вот в природу, когда мы берем, например, ребенка с собой на рыбалку, не потому, что мы рыбаки, а потому, что мы как бы так организовали, чтобы ему это показать, да, а когда мы какие-то планируем походики, когда мы там живем в палатке, например, да, мы очень-очень хорошо отрываемся от цивилизации, от гаджетов и погружаемся в множество разговоров. То есть сама среда, она способствует большему общению, она способствует тем разговорам, которые не возникнут на бегу дома, когда мы там ведем на один кружок, потом на второй, школа, работа, вот это все. А на выходные мы поехали, например, там на каток кататься, это здорово, мы катаемся на коньках с сыном, но вот там у нас есть что-то наподобие вот во всяких этих походиках и околопоходных делах, есть что-то наподобие такой, знаете, парной медитации, когда папа с сыном идут, что-то замечают, чего-то находят, где-то разжигают костер и происходит такая, знаете, вертикальная передача ценностей, да. Папа учит, как сделать то, как сделать то. Я... И мне кажется, что папа, который встанет на этот путь каким-то боком, его это тоже захлестнет, потому что я вот тоже посматриваю иногда некоторые обзоры там новинок туристического снаряжения, что-то из этого там приобретаю, что-то мне не очень нравится, что оно такое новое появилось, но и ребенку это интересно. В прошлом году, помню, один из ярких моментов, купил вот эти вот спиртовки военные, такие маленькие, на которых там вот сухой спирт кладешь и разогревать небольшое количество еды, либо закипятить небольшое количество воды для чего-то там, да. И я купил их две там, и одну сыну, одну себе, мы пошли их в лес тестировать, это было просто очень здорово. Это было приключение, мы поехали на великах там, приехали к колоссу, набрали воды, скипятили себе чай, ну то есть, это вообще супер. Вот я за вот такие взаимодействия, потому что они, вот это вот, знаете, вроде кажется, да, так, но это однобоко, да, как-то. Походики вот эти вот все, да, это однобоко. Нет, там расширение есть очень классное на тему того, что можно по-разному проводить время, мы там с сыном иногда ножи для метания берем с собой в лес, находим какой-то старый пень или поваленное дерево, из него делаем мишень, то есть, и кидаем, ну это, я там учу его, то есть, это очень здорово, что есть вот такой вот, я бы начал бы на этом строить бы, да. Опять же таки, я вот опираюсь на тех же блогеров, которые вот делают вещи своими руками, да, всякие поделки, без дерева, там что-то для дома, какие-то лайфхаки, из чего-то там, каких-то старых там вещей, вот эти вот идеи тоже, опять же, вот подсматривать. Я недавно обнаружил, что, например, мой сын не очень сильно знаком, как вот с техникой изготовления бумажного самолета. Ну, то есть, мы же в детстве это все делали, и вообще-то в школе запускали, а он у меня в шестом классе, казалось бы, вот как-то прошло мимо него. Опять же, то есть, я на тему того, чтобы подсматривать у тех блогеров, которые, что называется, прокачивают вот эту вот мужскую тему. Ну, а там уже как кому зайдет. Я про рыбалку сказал, может кто-то возьмет на охоту, ну и так далее. То есть, то, что можно сделать руками, и то, что можно вот как-то, я бы на это обращал внимание, и предлагал бы это, и планировал. А однодневные походы, вот утром пошли, а вечером поздно вернулись, хороши еще тем, что, да, не надо там где-то ночевать, может не всем там интересно в палатке ночевать, там как мне, да, а просто можно куда-то поехать, на какую-то там туристическую базу, или в такое место, как вот я про свое рассказал, и там как-то сходить в походик. То есть, ну, вот я вот вокруг этого строю свое взаимодействие, и яркие эмоции, яркие впечатления у моего сына, они случаются, и случаются они вот в таких местах, и вот так неожиданно, как я рассказал про лед, и руку, которой можно попробовать толщину льда. Там где-то толщина льда, как было, сантиметра, наверное, 15, вот, да, да, сантиметров 15 или 20, вот такая толщина, это было интересно, в общем. Ну, эта тема очень большая, на самом деле, активности, интересные активности папы и сына. Есть настольные игры интересные, опять же, такие, которые вот именно, такие больше, наверное, мужские, например, тот же настольный хоккей, футбол, да, это мы с сыном, допустим, в бильярд ходим, когда приезжаем в карнавал, а так-то не сильно ходим, а в карнавале, вот, ну, там где отдыхаем, там ходим, там в американку играем вдвоем, это тоже очень интересно, поучить его, у меня какой-то навык есть. Ну, эта тема бесконечная какая-то. В общем, самое главное, наверное, если так, резюме, да, из того, что я сказал, это вот эти вот, я строю на вот этих вот походах, и все, что с ними связано, именно вдвоем, я и сын.